Если ты скажешь мне будущую цену биткоина, я даже не посмотрю на тебя и не буду тебя преследовать. Но если нет, я найду тебя и убью. Девушки отдыхают. И просто для напоминания, хочу показать, что график биткоина два дня назад выглядел вот так. Мы опустились вниз с небольшим боковиком. А сегодня у нас вот это. Симпатичное ралли биткоина по направлению к 28 тысячам. Пистолет Лема Нисона у моего виска. И пока мое предсказание себя оправдывает. У нас появилось первое движение биткоина вверх, соответствующее первой части данного предсказания. И есть несколько причин того, почему я представил график вот таким образом. Первый — это преодоление трендовой линии. У нас образовался движущийся вверх тренд, и он сломался. И как многие заметили, и в криптотвиттере, и у многих криптоаналитиков, все они рисуют эту трендовую линию и говорят, какая она классная. Пока мы находимся над ней. Но как только мы падаем под нее, они это пытаются не замечать, или говорят, что она больше не важна, или вообще ее перемещают. И как настоящий аналитик, вы этим не занимаетесь. Вы крепко сжимаете пистолет в руке. Тренд — это тренд. А если он сломался, то сломался. И обычно, когда ломается тренд, образуется вниз направленный импульс. Происходят изменения настроя, а люди становятся немного менее уверены. Отскок и ретест предыдущей поддержки теперь в виде сопротивления и снова движения вниз. Над этой тренд-линией у нас есть восходящие низы и восходящие верха. Под трендовой линией. Что ж, логично. Нисходящие низы и нисходящие верха. Также сентябрь — исторически самый плохой месяц за всю историю биткоина и фондового рынка. То есть в этом предсказании есть некая сезональность. И если мы посмотрим более внимательно на дневной график биткоина, то увидим сегодня огромный отскок. Почему? Что ж, потому что и S&P также сегодня получила огромный отскок вверх, сделав восходящие верха в этом коротком движении. И знаете, об этом мы очень много раз говорили на канале. Вам нужно смотреть на фондовый рынок, если вы хотите понять картину правильно. И вопрос в том, пойдет ли S&P и пойдет ли фондовый рынок в лихом забеге на исторические максимумы, в то время пока ФРС закручивает гайки, ставки высоки и проводится политика ужесточения. Я думаю, нет. Лично. Я думаю, что у нас будет либо нисходящий верх, или S&P достигнет восходящего верха, при этом потеряв импульс. И вот почему я предсказывал общее движение вниз после ретеста вверх. То есть биткоин пойдет за S&P вверх, а у S&P будет либо нисходящий верх, или даже восходящий верх. Но в какой-то момент мы не сможем продолжать движение вверх, и биткоин за этим последует. Что приводит нас к классическому предхалвинговому ценовому движению, когда у нас есть движение вверх, потом вниз, боковик, тоска, а затем бычка до халвинга. И есть причины того, почему я так предсказываю движение. Оно основано на сезональности S&P, перелому тренда и всему этому, что в итоге приводит нас к движению в боковике для биткоина, потому что на самом деле цена не менялась с момента, на самом деле, марта, с марта. На самом деле, с того момента цена не поменялась вообще. И, конечно же, это вообще не конец света. Данное предсказание говорит нам о том, что мы пойдем всего лишь чуть-чуть ниже того, где мы были несколько дней назад, тестируя уровень под 25 тысячами. И краткосрочно 21700, отскок, боковик, накопление, а затем вверх. Совершенно не безумное предсказание, на самом деле довольно разумное предсказание, если вы меня об этом спросите. Но, ребят, это и есть мое общее ожидание к 2024. И только лишь потому, что первая часть данного предсказания сбывается с движением вверх к 30К, вовсе не значит, что полностью предсказание верно. Ведь может произойти все, что угодно. Любые новости, какая-то гич от ФРС, в итоге все поменяется. Поэтому относитесь к этому с долей сомнения. В любом случае, я думаю, на сегодня это была отличная видеодискуссия. Ребята, надеюсь, вам оно понравилось, и обязательно подпишитесь на канал. И жмякните кнопку подписки. А помимо этого, подпишитесь на канал Крипто Комманс, напишите ваш удивительно особенный комментарий. И помните, мы работаем для вас, поэтому ваша поддержка для нас крайне важна. Всем спасибо и до скорых встреч. Субтитры подогнал «Симон»